Всем доброе утро. Первые дроны Камикадзе уже прибыли в Украину. Первые выстрелы из ПЗРК Старстрик уже произведены. Беспилотники сбиваются. Первый Орлан-10. Очередная легенда аналогов нет. Была сбита позавчера или вчера. Мне больше всего интересует вопрос с крейсером Москва. Плавучая крепость, гроза какого-то там флота, всех кораблей, всех мастей. Вот. И, ну, в общем, сраться и закопаться. Какой офигенный корабль. Корабль действительно был офигенный. Кстати, сделали его украинцы в Николаеве. Я еще раз напомню для тех, кто не знает. Хотя тогда, в принципе, все делалось там. Вот, в те времена. Ну, собственно говоря, не в этом дело. Примечательно то, что корабль оснащен трехуровневой защитой от подобных инцидентов. Мне было все время интересно, а что ж они с ним сделают? Ну, как же так? Признать, что такая плавучая крепость взяла, да и утонула. Это проблематично. Еще более проблематично. Признать то, что недоразвитые дефективные хохлы со своим недоразвитым дефективным Нептуном, который вообще не летает, не стреляет. И вообще эта старая ракета, старая советская ракета под, значит, новым брендом, так сказать. И абсолютно неэффективная, бесполезная штука. Двумя выстрелами утопило такой огромный крейсер. С полтысячи экипажа на борту. Я долго думал, что они с ним сделают. И они тоже, видимо, принимали решение. Ну, видимо, решили, что лучше его затопить. Я так понимаю, что какое-то время он даже плыть там мог. Лучше его затопить, чем все увидят, что в борту у него две огромных дырки от хохлядских Нептунов, которые разорвали, так сказать, его в клочья. Система защиты не сработала. Прилетели байрактары, ослепили корабль. Потом получил он в бочину два раза по печени. Вот. И, собственно говоря, все величие закончилось на этом. Кораблик утонул. Вот. Поэтому в умелых руках даже слабое оружие может оказаться грозным. А вот грозное оружие, если ты потомственный алкоголик, толку тебе все равно не принесет. Байб...